МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Начинаем сегодня нашу работу. Сегодня у нас состоятся две очень интересные лекции. А сейчас я приглашаю на сцену профессора, доктора экономических наук, Наилю Гумеровну Боговуддинову. Давайте поприветствуем ее. Доброе утро, студенты! Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы с вами попытаемся ответить на очень важный и интересный вопрос. Куда же падает рубль? Сам вопрос, конечно, вызывает несколько недоумений, наверное. Как же он падает? Он падает на лужайку? Он падает на пол? Падает на стол? Или он падает так же, как чашка, и разбивается? Или что же происходит с ним, с нашей национальной валютой? Но прежде чем ответить на этот вопрос, мне бы хотелось немножечко вам рассказать, как же появились деньги. Вообще, что такое деньги? Как вы считаете? Кто знает, что такое деньги? Что такое деньги? Это средства оплаты. Средства оплаты. Хорошо. Еще? Еще, пожалуйста, оранжевый микрофон. Это ценные вещи. Это ценные вещи. Хорошо. Еще какие варианты ответа? Пожалуйста. Вот оранжевый микрофон сюда же. Это национальная валюта. Это национальная валюта. Хорошо. Спасибо, ребята. Это сейчас. А вообще деньги, прежде всего, это средства обмена. Потому что мы с вами даем определенную сумму, а получаем на нее что-то, то, что мы хотим купить. Правильно? Мы что-то приобретаем. Практически мы определенную сумму меняем на то, что мы хотим взять. Так получается? Практически так и начиналась история денег. Если сейчас мы с вами привыкли к тому, что есть определенные монеты, то очень-очень давно, когда еще государства все были другими и назывались по-разному, и столицы мира были тоже другими, вообще не было денег, и люди обменивались друг с другом. Все жили натуральным хозяйством. То есть у кого-то были овощи, а у кого-то был лес. И так как не было единого средства обмена, люди меняли свой товар на другой. Вы еще историю не изучали? Кто-то изучал, кто-то нет. А вообще вот вы чем-то меняетесь друг с другом? Меняетесь. Вот чем вы меняетесь друг с другом? Игрушками меняетесь. Вы же можете игрушку поменять на конфетку? Можете. Можете конфету поменять на жвачку? А вообще у вас самый ходовой товар обмена какой? Фрукты, конфеты или жвачки? Деньги. Деньги или фрукты? Деньги. Деньги, да. Вот как. Видите, какие вы прогрессивные? Но там же мир был другой, и все были не такими прогрессивными. И что-то, люди, а когда у вас денег нет, и мама вам не дала, или у вас кончились деньги, вы то, что вы хотите что-то взять, вы ведь у друга вымениваете на то, что у вас есть. Правильно? Да. Вот. То есть вы примерно понимаете, что такое процесс обмена? Понимаете. То есть, если вам нужна жвачка, но у вас нет определенной суммы, вы меняете свое яблоко на жвачку? Нет. Бывает такое? Нет. Но у кого-то нет. А пирожок на яблоко? Да. Тогда вы все меня понимаете. Но вот мир начинался с этого. Если вам нужен пирожок или яблоко, или вы меняете, а кому-то было по-другому. Кому-то надо было прежде всего купить очень много, взять очень много муки, а у него было много, и часть муки он менял на лес, который ему нужен был в дальнейшем. Это понятно. То есть, прежде всего, деньги – это сейчас средства расплаты, а тогда это средства обмена. Ясно? Идем с вами дальше. Первые деньги, они были разными. Если мы с вами привыкли сейчас, что во всем мире это или монета, или купюра, так ведь? То есть, деньги у нас или монетка, или купюра. Вообще, самые первые деньги почему-то вот так сложилось, что вообще это были вот такие раковины. Это самые первые деньги, это все, что было до нашей эры, еще и до Рождества Христова. Вот это первые деньги, мировые первые деньги – это ракушки каури. И вот когда вы будете изучать историю, вы узнаете историю завоевания Латинской Америки. Там очень явно можно увидеть, как золото выменивали на пустые бусы, на очень многие украшения, которые сейчас ваши мамы называют таким простым словом «бижутерия». А тогда это людей в те времена больше привлекало. Так вот, перед вами самые первые исторические деньги. Но это ракушки выглядят сейчас, они были необычными, и на них меняли все. Следующий слайд мне покажите, пожалуйста. Там вот, значит, это как ракушки ходили тогда, когда еще не было металла. Потом появляется металл, и начинаются отливаться металлические деньги из драгоценных металлов. Какие вы знаете драгоценные металлы? Золото еще. Металл. Серебро. Еще что? Более. Алмаз. Алмаз – это камень, это не металл. Медь. Медь, хорошо. Олова. Бронза. Еще что знаем? Металл. Олова. Молодцы. Еще что знаем? Сталь. Латунь. Латунь. Молодцы. Все. Даже я столько не знаю, сколько вы знаете. Значит, прежде всего есть драгоценные металлы. Драгоценным металлом, вы знаете, относятся к золоту, серебро, медь. Бронзовых денег, конечно, не было. Вот деньги лились примерно в таких формах, в некрасивых на сегодняшний момент. И они были выполнены в таких пластинах. Но пластины были неудобны. Давайте нам следующий слайд покажем. Вот видите, слитками же. Слитки – это как бы интересно. То есть, как бы сделать. Слитки золота остались. У нас есть определенные слитки в килограмм, в два килограмма. Кто хочет много денег сразу сохранить в банке. Вот так делались первые слитки. Но это очень большое количество денег в них внутри. Следующий слайд. Вот из вот таких слитков. Затем. Почему рубль? Почему рубль? Не знаете? Есть вот желтый микрофон. У нас есть один. Значит, почему рубль? Потому что рубили. Правильно. Молодец. То есть, вот здесь, в России, вот эти слитки, то есть, слитки и вот эти металлические пластины рубили в зависимости от веса. И поэтому часть рубленая называлась рубль. Понятно? Значит, вот смотрите. Видите? Деньги нарубаются. И определенное количество дается в обмен на тот или иной товар. Или на другие какие-то суммы. Так. Еще что у нас есть? А вот, например, были еще монеты на востоке. На востоке они вообще были круглой формы. Но они, видите, в какой форме? То есть, они одевались вообще на ниточку. Да. Чтобы ужок не терялись. Вот, молодцы. Чтобы они не терялись. Вот они их так и носили определенные суммы. Это сейчас талисманы. А тогда-то их делали для того, чтобы они не потерялись. Что у нас следующее? Вот. Кстати, почему мы даем эту картинку? По возрасту монеты. Монеты стали ходить очень давно. И монеты – это единственный артефакт, по которому можно определить возраст того или иного города. Вот, кстати, по такой монете определили возраст Казани. Считалось, что Казань моложе. А когда нашли монеты, уже подтверждающие, что Казань существует тысячу лет, вот мы и с вами праздновали праздник тысячелетия. А вот перед вами гривна. Гривна – это тоже одна из видов российской валюты. Гривна – это определенное количество ценного металла. Это золото. Им рассчитывались, им оплачивались. Но это подтверждение факта. Это гривна из ханских наших кладовых. Это ювелирное украшение. Но на гривну было очень много купить. Ну вот, например, скажем так. Какая самая большая сумма денег? Как вы считаете? Ну, миллиард сейчас не будем брать. Это уже не миллиард, конечно. Но примерно милли... Тихо, тихо, тихо. Нет, но вы, конечно, в математике знаете много лучше, чем я. Но вот примерно давайте считать, что гривны – это миллион. Хорошо? Все, договорились. Значит, и практически в зависимости от веса, от кусков, и кусок могли использовать в качестве денег. Что там у нас еще дальше? Так, и затем мы с вами сейчас говорили о металлических деньгах. То есть отрезали, то есть взвешивали. Это у нас металлические деньги. Но как вы считаете, металлические деньги удобны? Не зря же китайцы придумали с дырочками, чтобы их не потерять. То есть они не умещались ни в одни кошельки. Все кошельки составляли из себя некоторые мешочки. И тогда решили… Китайцы стали думать дальше. Да, люди стали думать, торговцев же грабят, все. То есть они стали думать дальше, как же сделать что-то удобнее. И они решили сделать какие деньги? Бумажные. Купюры. Бумажные деньги. Вроде складывать удобно, хотя тоже много вопросов. Очень много вопросов о золотом содержании, о серебряном содержании. Вообще первые бумажные деньги появились в Китае. А вообще, как вы считаете, бумажные деньги – это удобно или нет? Да. Почему? Да. Хорошо. А какие сейчас самые популярные деньги? На картах, потому что в банке появляется зарплата, и можно легко с любого банкомата мира снять деньги, определенную сумму, которая там лежит. При помощи карточки, да? При помощи карточки и пин-кода. Так. Еще раз. Вот вы ответите, а тут девушка так долго руку тянула. Карточкой. Карточкой. Хорошо. То есть мы сейчас с вами заговорили и об электронных деньгах. То есть мир развивается, торговля развивается, и средства обмена и оплаты тоже меняются. Правильно? То есть из неудобных, непонятных, бесформенных металлических изделий мы с вами получаем красивую, оригинальную, с нашим с вами дизайном, пластиковую карту. Скажите, пожалуйста, а почему вообще монеты и деньги круглые? Ну, потому что, ну, так удобнее, наверное, так меньше места занимает. Так, еще. Не очень удобно, ну, потому что они круглые, могут укатиться еще. А, укатиться. Ну, вообще, вот первый мальчик ответил правильно, то есть круглая форма была выбрана по удобству. Во-первых, все концы, отрубленные деньги, они же были квадратной формы, и они стирались. И менялся, в процессе стирания менялась номинация веса. И поэтому нужно стало делать круглые формы, чтобы они не стирались. Это понятно. Ну, и карман могут порвать. Конечно, естественно. А тут вроде как бы удобно. И мешочки хранились. Ну, мы видим, как всегда, как у нас сейчас развивается торговля, что у нас происходит. А вообще, вот скажите, как вы считаете? Вообще деньги нужны. Почему? Деньги вообще нужны, потому что они в кошелет помещаются. Только из-за этого, да? Только из-за этого, да. А с другой стороны, это, ну, алчность там появляется. О, как хорошо. У нас сейчас и школьникам выдают карточки, да, по помощи которых они могут в столовой что-то купить. Скажите, а у кого такие карточки есть в школе? Вот, банкиры все ждут только, когда родители перечислят им деньги на карточку. Опустите руки. Так, значит, мы с вами примерно знаем, что деньги это средство обмена, прежде всего, потом средство оплаты. Что деньги появились очень давно. И деньги никогда не умрут. Так или не так? Да. Вот я думаю, что ваши родители, наверное, а особенно ваши бабушки и дедушки, знают другую теорию. Но я сегодня на ней останавливаться не буду. Потому что вообще считалось, что придет такое время, и деньги будут просто не нужны. Но это будет такая высокая степень развития общества, что... Родители помнят такое время, им об этом говорили. Да, ну, я надеюсь, тут все-таки родители достаточно молодые. Вот скажите, можно жить без денег? Да! Мнения разделились, мнения разделились. Кто за то? У кого нет денег, тот может без них жить. Да? Ну, ладно. Тогда, вот, вы понимаете, эти вопросы... Ну, я не буду говорить о том, что их решает или учат этому в нашем институте. Но я бы все-таки хотела пойти к тому, как что падает. Рубль падает или курс падает? Вот, молодцы. Молодцы, они знают, что такое курс рубля. А мы тут им сказки рассказываем про монетки. Значит, итак, уважаемые студенты, что мы с вами знаем? Мы с вами знаем примерную историю денег, правильно? Примерно, как они получили свою круглую форму, как они обмениваются. Итак, сейчас мы придем, что у нас уже есть бумажные деньги и вопрос, что же происходит у нас сейчас с рублем. Что у нас сейчас происходит с нашей валютой? У нас он падает в курсе, потому что... Как же его там? Мы в курсе. Это Обама думает, что надо, чтобы доллар... А при чем здесь Обама? Потому что... В общем, евро растет, доллар еще поменьше, но доллар... Фу, рубль падает. У нас еще есть версии, вот бордовый микрофон. Так, еще какие версии? Потому что цены на нефть повышаются. Или понижаются. Или понижаются. Понижаются, хорошо. Что-то с ценами на нефть происходит, да? Так, еще что у нас происходит? Вот еще, Аранжевый, пожалуйста, микрофон. Я к тому мальчику обратиться, который сказал, что Обама. Зачем Обаме это? Если он хочет, чтобы доллар был высокий. А доллар состоит из рубля. Это начинается уже внутренняя дискуссия, да. Так, пожалуйста, вот желтый микрофон. Цена рубля падает, стоимость рубля. Так, хорошо. Еще у нас какие варианты? Вот, пожалуйста, оранжевый микрофон. Еще у нас есть варианты ответов? Один рубль почти никогда не используют. Почему? Ну, потому что мало денег стоит. А, мало денег стоит. Понятно. Все, с вами еще, еще я хочу послушать про курсы. Еще есть варианты, да, пожалуйста, оранжевый микрофон. Рубль падает, потому что сейчас время кризиса, доллар растет и евро тоже растет. Но если время кризиса, почему они не падают тогда? Ну, ладно, это вопрос другой. Значит, ребята, давайте вопрос, что... Ну, вот здесь история. Кстати, вот эта картинка взята не из России. Вот эта картинка взята из истории Великой Депрессии, которая происходила в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Значит, давайте мы с вами следующее поймем. Попытаемся понять. То есть курс каждой валюты. Валют у нас столько, сколько стран. Сколько стран в нашем мире? Много. У каждой страны есть своя валюта, которой они рассчитываются. И курс той или иной валюты зависит от состояния экономики в той или иной стране. Это понятно? Так вот, элементы кризиса сказываются на том, что меняется курс нашего рубля. Ясно? Ясно. Но есть такое понятие, как резервная валюта. А что это такое? Резервная валюта – это та валюта, которая находится, ну, про запас на черные времена, там, в запас денег. А что мы можем отложить в запас? То, что не потеряет своей стоимости. Да. А какая валюта сейчас в мире резервная? Пожалуйста, оранжий микрофон. Ну, золото, например, там, оно никогда не… Не теряет стоимости. Да, оно никогда стоимость не теряет. А есть ли какие-то валюты? А валюты, вот, мира, в которых хранится. То есть не только же в золоте хранят страны… Ну, может быть, доллар тогда. Так, еще какие варианты? Какие в валютах? Еще. Вот сразу видно, люди ездят в Европу. Ага. Да, да, пожалуйста. Евро. Евро. Доллар, еще варианты. А на Востоке, на Востоке, какая есть валюта такая мощная? Нет, фунт – это Англия. Юань. Юань, да. Юань – это Китай. Итак, резервная валюта – это не хранение денег про запас, а сохранение денег в той валюте, которая самая, ну, востребованная в мире. На сегодняшний день в мире, в мире считается резервной валютой – это доллар. Евро пытается подняться до статуса резервной валюты, но пока это резервная валюта Европы. Ясно? И не всегда цена на бирже отражает ситуацию в мире и в экономике. Все понятно? Да. И если евро дорогой с долларом, это не значит, что это очень плохо. И если валюта падает, это тоже не значит, что это плохо. Например, есть такая валюта японская, как иена. Там вообще курс в соотношении с долларом очень в тысячах и в десятках тысяч. Поэтому не всегда курс говорит, что все плохо. Вообще деньги – это не соотношение рубля к доллару, это содержание золота в той или иной валюте. Понятно? Потому что все началось с ценных металлов. Мы не зря вам рассказывали эти сказки про золотые гривны, все эти истории, про металл, про слитки. И все начинается с золотого содержания бумажных денег. Все ясно? Так, хорошо. А теперь давайте мы с вами повторим. Что же такое деньги? Это средство обмена. Или средство платежа. Хорошо. Почему деньги круглые? Потому что их рубили. Ну, да. Потому что так удобно. Рубль, потому что его рубили. Быстрее, быстрее, быстрее. Круглые деньги, потому что так удобно. Вот. Бумажные деньги – это? Это купюра. Хорошо. Которая? Которая. Имеет золотое содержание в той или иной стране. Понятно? И купюры бывают разные в зависимости от страны. Это понятно. А теперь вам задание. Если бы вы были президентом, какие бы вы выпускали деньги? Почему? Я бы выпускала тоже круглые. Они удобнее. Хорошо. И они не пачкают. Ну, как бы удобнее их. И вот бордовый микрофон, пожалуйста. Я бы тоже выпускал круглые монеты и все время рублей. А из чего? Из алюминия, потому что это не такой дорогой металл. Так. Я бы создавал и монеты из бронзы, в форме овала, чтобы удобнее было носить. Я бы создала золотые монеты. Хорошо. А как назывались бы ваши деньги? Мне кажется, удобнее всего было бы сделать электронные деньги. Так. Хорошо. Тогда вам задание. Вы должны нарисовать те деньги, которые вы хотите придумать. И нам выслать по электронной почте в детский университет. Это понятно? Если электронные деньги, тогда форму карточки. И рисунок на карте. Деньги распечатать. Это, ребята, статья. Вот я всегда, когда прихожу к вам, я всегда говорю, надо всегда приходить с юристами. Потому что подделка денежных знаков карается законом. Ребята, интересная была сегодня лекция. Ну тогда, раз это было интересно, давайте поаплодируем на Элегу Мировне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова